22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости принял первые удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. За мужество и героизм, проявленные защитниками крепости во время ее обороны, Цитадель получила почетное звание «Крепость-герой». В день открытия выставки к ее первым посетителям по видеосвязи обратился директор Брестского мемориала. Сегодня под видами мемориального комплекса остатки более тысячи человек. Среди которых известны только 277 фамилий. В том числе фамилии двух брянцев, защитников Брестской крепости, рядовых 84-го стрелкового полка. Без воды и еды они держали оборону. Воины гарнизона, находившиеся на службе вместе со своими семьями. В ходе боев списки личного состава гарнизона были уничтожены. После войны удалось установить имена некоторых уроженцев Брянщины. В их числе мальчик Петр Клыпа, сын брянского железнодорожника, рано потерявший отца. В 11 лет его забрал старший брат, офицер Красной армии. Петя стал воспитанником музыкантского взвода 333-го стрелкового полка. Во время обороны крепости подросток совершал вылазки, добывал воду для солдат, вместе с товарищем нашел склад боеприпасов и медикаментов. «Защитники Брестской крепости. Это, наверное, сколько бы мы ни сделали для них, и как бы мы ни чтили их память, этого всегда и всегда будет мало. Все, что нам осталось, это сохранить любовь к своей родине такой, какой она была у защитников Брестской крепости. У тех, кто оборонял Ленинград, Сталинград, у тех, кто стоял на рубежах Москве, столицы нашей родины». Заслуженный ученый Брянской области, историк Юрий Трифанков глубоко изучил вопрос, какими качествами обладал советский человек, шедший не раздумывая на смерть, чтобы отстоять свою землю, заслонить родную страну от врага. «Когда моя мать уходила на фронт, 22 июня, когда в Брестской крепости они погибали, она одевала вещь-мешок на спину в Сибири и кричала громко, мы к осени вернемся с победой. А дед и отец ей засунул валенки в мешок и сказал, война будет долгой, и тебе придется еще пережить зиму. Война – это войн на весь мир. Человек – победа. Человек – победа, прошедший победе, преодолевший беду. Вот что такое качественный человек. Вот что такое россиянин. О бойце разведывательного батальона Алексея Шугурови, в семье майора Климова, несшего службу в крепости, обо всех брянцах, защищавших Брестскую крепость, чьи имена удалось установить, рассказывает выставка в Краеведческом музее. Пока в условиях неблагоприятной эпидобстановки посетить крепость герой может не каждый, прикоснуться к страницам героической истории можно, посетив Брянский музей. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Брянск.